всем привет с вами Игорь сегодня хочу показать какой у меня получилась проблема с переливом вот видите вот так вот выбегает сейчас вода у меня это во вторую скважину это я сделал чтобы она наверх выбегала вот вот здесь сейчас посмотрим у меня скважина вот яма здесь у меня забита вторая скважина видите да у меня раньше вот этой вот это идет вот эта вот труба нижняя это с веранды с теплового насоса а вот это уже наверх я и слемак да таких слемаков и не видел здоровых раньше прямо кабан какой-то еще кстати один сидит на трубе такие гигантские слемаки у меня в яме вот вот и получается что вода вся не уходит как бы в скважину да я думаю это от того что у меня очень близко вода очень близко вода к поверхности ну где-то примерно от верха ну вот отсюда отсюда не оттуда вот я мы одна я мы от примерно вот отсюда а это меньше трех метров даже у меня вода до воды до зеркала воды ну так же самое в речке я живу тут буквально 30 метров от реки примерно тот же самый уровень поэтому и тут и даже когда в речке падает или поднимается уровень воды так же самое в скважине и в колодце этот уровень воды падает и поднимается поэтому получается такой как бы парадокс с одной стороны хорошо что близко вода то есть меньше мне надо затрачивать энергии для теплового насоса электроэнергии чтобы поднять эту воду и прокачать через испаритель а с другой стороны вот как бы такой побочный эффект того что близко вода не хватает столба воды сверху задавить ее назад в скважину хотя в самом начале еще как только я сделал эту скважину вода уходила вода уходила и при том хорошо я так и только сделал вот это у меня видите там 50 труба сейчас попробую увеличить знаю темно там видно не видно короче там у меня 50 полиэтиленовая труба уходит в землю вот я мы ее поставили только скважину столяном пробили сами мы делали скважины так дешевле всего оборудование я брал там у одного алкашика раньше делал скважины потом запил просто отдает это оборудование в аренду там по моему день 300 гривен что-то в день короче за 300 гривен я сделал можно сказать забил две скважины ну естественно своим материалом весь только там он сдает в аренду эти оборудование само про для пробивки трубы обсадные там такое весь этот набор вот так мы только забили скважину эту я туда опустил вот эту трубу ну это с теплового насоса с испарителя идет включил насос пошла вода и она набралась аж под самый верх трубы этой 50 под самый верх и даже чуть-чуть стала перебегать наверх а потом вроде как что-то там открылась иначе кто-то там открыл краник или клапан вот так вниз все ушло все и вода так вот стала уходить туда нормально стало ходить так она и уходила я эту яму закопал вообще полностью она у меня была изначально закопана заброса на землей это я мы не было а потом по прошествии где-то первого сезона уже по моему первый сезон отопления заканчивался я смотрю тут вода стоит на поверхности именно вот здесь вот ну что я мы еще не было вот здесь вот даже проступила аж на верх немного водички а я понял что у скважину не уходит вода моя раскопал назад это все там у меня крышечка была ну все равно я так думаю что немного туда земли могло попасть хотя я потом проверял в саму скважину там опускал трубу такую тоже 25 до самого дна скважины до самого аж там где запаяна край то она опускается аж самый низ там стукается так а пластмассу слышно что там мула никакого глины земли нет ну не накачала вот я подозреваю что забилась именно сетка вот этими вот железными отложениями потому что у меня вода очень железная много железа в воде и вот эти вот все трубы вот эти все 25 от эти везде где идет эта вода железная шланги поливные там все такое если их разобрать внутри будет такой вот налет железа скользкая такая железная слизь как бы противная такая такой налет железной слизи такой желто-оранжевой я подозреваю что такой же налет образовался и на сетке вот этой вот скважины аж там внизу и оно не дает нормально уходить воде вниз вот такая вот ситуация ну в принципе для меня это и не очень проблема водичка сейчас у меня бежит просто вот сюда вот так вот она выбегает видите вот видно да листья какие рыжие эти ржавчина такая вот это такая у нас вода такая вот у нас вода видите то же самое я подозреваю и на и на фильтре скважины и на фильтре скважины вот видите прямо такие как бы вкрапления рыжисти такая водичка вот тут она у меня так растекается немного так чтоб сильно то я она в принципе дальше сюда и не бежит но еще тут вот иногда добегает аж сюда вот поливается дерево у меня здесь грушка вот примерно вот там у меня под деревом она выбегает вот максимум она вот сюда вот бегает максимум видите где здесь вот рыжая заканчивается уже дальше уже здесь рыжего нет это и вся лужа так сказать дальше она не бежит так что не надо переживать что там она вам зальет весь участок вот весь сад в саду можно сливать я думаю это и для деревьев хорошо у нас осень такая была не очень дождевая влаги немного пускай себе деревья поливаются для деревьев это хорошо вот так вот она разбегается дальше она я же говорю очень далеко она не бежит такая вот лужка она короче все в землю впитывается ничего тут страшного нет так сейчас еще хочу посмотреть как будет уходит ли вообще вода потому что раньше раньше я вот эту вот шланг вот так вот поднимал поднимал этот шланг вот примерно вот так вот прямо и вода ну поднимался столб естественно и вода уходила в скважину то есть увеличивался столб увеличится вот сейчас вот я не знаю сейчас видите уже она не уходит уходит ли она вообще скважину может она уже вся сюда и сейчас мы это проверим я поставлю вот здесь вот камеру и пойду включу так вот поставлю и пойду выключу насос и мы посмотрим будет ли уходить вода в скважину а вы наблюдайте а Вот я вернулся, что тут у нас, в трубе воды нет, значит вода Все-таки частично, да, труба уже, по-моему, пустая У меня еще немного есть, что-то есть там Ну, вроде уходит Вроде что-то и булькает, но тут нет, не стоит уже в начале Ну, по-видимому, частично она уходит Частично она уходит в скважину, частично выбегает сюда Видите, вот такая вот у меня, как бы, проблемка Вроде и не очень такая проблемка С одной стороны, меня это, как бы, не очень беспокоит Вот, то, что выбегает сверху вода Вот, как бы это и не проблема, пускай себе сад поливается Вот, здесь у меня игрушка Растет и яблонька Вот, пускай себе поливается Тем более, что лужа не такая страшная, как кажется Вот, такое вот видео решил сделать Вот, показать, какие могут быть проблемы с переливом Ну, еще раз хочу повториться, что Эта проблема, вот, мне кажется, как мне кажется Именно из-за того, что у меня очень маленький столб воды Вот, то есть очень близко вода И вот этих вот, даже там трех метров до воды нет У нас даже от поверхности вот отсюда, во грунта До воды, до зеркала, даже трех метров нет И вот этого столба, вот Ну, понятное дело, когда мы качаем скважины Себе качаем Там столб уменьшается И когда он там, ну, уравняется подсос воды через фильтр С вот этим вот падением столба Тогда он перестанет падать И насос будет качать А вот, когда мы сбрасываем скважину в воду То этот столб, наоборот, увеличивается И вот, когда вот это давление, опять же, уравняется С уходом воды через сетку фильтра Тогда это уже перестанет подниматься этот столб Вот, но это все, конечно, зависит еще от грунта И от крупнозернистости песка Которого там в водоносном слое Все это там много факторов Хотя у меня водоносный слой очень хороший там Вот, а то, что не хватает именно столба Я думаю, что если бы до воды было метров 7-8 То оно вполне бьет туда Задавливало этот столб воды Вполне задавливало бы эту воду свободно Тем более, куб в час это не так и много Вот, хотя весной уже Сейчас не буду ничего делать Весной я сниму вот этот вот колено Откручу Подключу к этой скважине К этой трубе Поставлю клапан туда Потому что тут клапана нет Это сбросная скважина Тут он и не нужен Вот, поставлю поливной свой насос Мощный Тот, что он на 0,7 киловатта И попробую отсюда качать воду Вот, и то есть промыть ее Промыть отсюда вот Вот, ту всю слизь, которая там, наверное, насобиралась на сетке Она сюда, снаружи вода ее промоет Полчасика, часик, два, три покачаю так воду Из скважины Я думаю, оно промоется и на какой-то год На сезон, на год хватит того, чтобы уходила вода Вот, ну вот такая вот проблемка Но это я уже буду весной заниматься Ладненько Всем до следующих видео Пишите в комментариях Может, какие-то советы у кого-то есть Все, всем пока До следующих видео